Здравствуйте, меня зовут Янис, это дисциплина основы теории информации, раздел первой базовой понятия теории информации и в этом видео мы поговорим про передачу информации, скорость передачи информации. Информация предоставляется и передается в форме последовательности сигналов, символов. От источника к приемнику сообщение передается через некоторую материальную среду. Если в процессе передачи используются технические средства связи, то их называют каналами передачи информации или же информационными каналами. К ним относятся телефон, радио, ТВ, можно еще отнести интернет. Органы чувств человека исполняют роль биологических информационных каналов. Все виды информации кодируются в последовательности электрических импульсов, где если импульс есть, то это значит один, если нет импульса, значит ноль. То есть в последовательности нулей и единиц. Такое кодирование информации в компьютере называют двоичным кодированием. Соответственно, раз если можно данные импульсы сохранять и обрабатывать при помощи компьютерных устройств, значит их можно и передавать. Для передачи информации необходимы. Первое – источник информации, то есть это система, из которой информация передается. Второе – канал передачи информации, то есть способ, при помощи которого осуществляется передача информации. Ну и третье – это приемник информации, система, которая осуществляет получение необходимой информации. Преобразование информации в сигнал, удобный для прохождения по линии связи, осуществляется передатчиком. В процессе преобразования информации в сигнал происходит ее кодирование. В широком смысле кодированием называют преобразование информации в сигнал. В узком смысле кодирование – это преобразование информации в сочетании определенных символов. В нашем случае это в подсоединительность нулей и единиц. На приемной стороне осуществляется обратная операция декодирования, то есть восстановление по принятому сигналу переданной информации. Декодирующее устройство, он же декодер, преобразует принятый сигнал к виду, удобному для восприятия получателем. Одним из самых важных свойств передачи информации является скорость передачи информации и пропускная способность канала. Скорость передачи данных – это скорость, которая передается или принимается информация в двоичной форме. Обычно скорость передачи данных измеряется количеством бит, переданных в одну секунду. Минимальные единицы измерения скорости передачи информации – это один бит в секунду. Пропускная способность канала связи – это максимальная скорость передачи данных от источника к получателю. Обе увеличены измеряются в битах в секунду. что часто путают с байтом, секундой обращаются к поставщикам, то есть провайдерам услуг связи, в связи с ухудшением скорости или несоответствии скорости передачи информации. Решение задач на скорость передачи информации практически полностью совпадает с решением задач на скорость, время и расстояние, где S – это размер передаваемой информации, V – это скорость передачи информации и T – это время передачи информации. Поэтому формулы справедливы при решении задач на скорость передачи информации. Однако следует помнить, что все величины измерения должны совпадать. То есть, если скорость в килобайт в секунду, то время в секундах, а размер в килобайтах. И наоборот, если скорость в байтах в секунду или битах в секунду, тогда будет у нас время в секундах, а размер либо в байтах, либо в битах. Схема передачи информации. Первое – источник информации, после информационный канал и далее – приемник информации. Процесс передачи информации по техническим каналам связи проходит по следующей схеме, по Шеннону. Здесь мы видим источник информации, кодирующие устройства, канал связи, декодирующие устройства, приемник информации. Обращу внимание на пункт канала связи, где мы также видим шум и защиту от шума. Термином шум называют разного рода помехи, искажающие передаваемый сигнал и приводящие к потере информации. Такие помехи прежде всего возникают по техническим причинам. Плохое качество линий связи, незащищенность друг от друга, различных потоков информации, передаваемой по одним и тем же каналам. Для защиты от шума применяют различные способы, например, применение разного рода фильтров, отделяющих полезный сигнал от шума. Клодом Шенноном была разработана специальная теория кодирования, дающая методы борьбы с шумом. Одна из важных идей этой теории состоит в том, что передаваемый по линии связи код должен быть избыточным. За счет этого потеря какой-то части информации при передаче может быть компенсирована. Однако нельзя делать избыточность слишком большой. Это приведет к задержкам и подорожанию связи. При обсуждении темы об измерении скорости передачи информации можно привлечь прием аналогии, где аналог – это процесс перекачки воды по водопроводным трубам. Здесь каналом передачи воды являются трубы. Интенсивность нашей скорости этого процесса характеризуется расходом воды, то есть количеством литров, перекачиваемых за единицу времени. В процессе передачи информации каналами являются технические линии связи. По аналогии с водопроводом можно говорить об информационном потоке, передаваемом по каналам. Скорость передачи информации – это информационный объем сообщения, передаваемого в единицу времени. Поэтому единицы измерения скорости информационного потока – бит в секунду, байт в секунду и другие. Еще одно понятие – это пропускная способность информационных каналов. Она также может быть объяснена с помощью водопроводной аналогии. Увеличить расход воды через трубы можно путем увеличения давления. Но этот путь будет не бесконечен. При слишком большом давлении трубу может разорвать. Поэтому существует предельный расход воды, который можно назвать пропускной способностью водопровода. Аналогичный предел скорости передачи данных имеют и технические линии информационной связи. Причины этому также носят физический характер. Рассмотрим на примере задачу. Сколько секунд потребуется модему, передаваемому сообщению со скоростью 28800 бит в секунду, чтобы передать цветное изображение размером 640 на 480 пикселей. При условии, что цвет каждого пикселя кодируется тремя байтами. Итак, решение. Определим количество пикселей в изображении. 640 на 480 умножаем, получаем 307200 пикселей. Так как каждый пиксель кодируется тремя байтами, определим информационный объем изображения. Где 307000 умножаем на 3, получаем 921600 байт. Заметим, что скорость передачи информации измеряется в битах в секунду, а информационный вес изображения в байтах. Переведем скорость в байт в секунду для удобства подсчета. То есть на выходе мы видим 3600 байт в секунду. Определяем время передачи сообщения, если скорость равна 3600 байт в секунду. Собственно, 256 секунд. В качестве ответа модема, передающему сообщение со скоростью 28800 бит в секунду для передачи изображения 640 на 480 пикселей потребуется 256 секунд. А на этом у меня все. Спасибо за внимание. Оставайтесь на канале. История 6100 байт в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...